Ну что ж, пора заняться гусеницами, о которых я говорил. Так, это у нас троечка, это единичка сбоку, да? Ну вот тут надо как бы поставить сначала колёчки, давайте поставим примерно, как они будут выглядеть. Так, вот у нас есть цилиндр, мы его rotation по оси X. Вот так, и на 90 градусов, да? Всё. И опускаем. Ну и вот теперь давайте соображать, какие у нас должны быть колёсики. То есть, вот это будет ведущая. Ctrl D По осу Второе колесо ведущая... Нет, ведомое. Так, потом натяжное надо колесо сделать. Это будет как? Подождите, ребята. Это будет по оси Z. О, нет. Нет, нет, нет. Это мы сделаем, да. Вот так. Так, теперь, значит, D И по оси Z Немножко поднимем И теперь по оси X Вот такое оно, в принципе, должно быть Ну и может ещё немножечко опустить по оси Z Вот так. Вот такое оно должно быть. Так, хорошо. Это я сделал для того, чтобы как бы... Вот так. Надо бы на оси... Чтобы понять... Какое нам нужно. Вот так, да. Давайте S возьмём. Вот так. Я объясню почему. Потому что я встретился с тем, что когда я беру вот эту курочку, да, И начинаю ей вести, а потом перевожу её в 2D Она начинает сплющиваться. Поэтому я методом тыка нашёл, что Если я возьму вот здесь Уже на плоскости, на 2D плоскости, да? Давай. 2D Ещё одна проблемка есть Вот здесь она не очень хорошо как-то она соединяется. Обычно везде придумано так, что... Так. Давайте-ка мы сейчас пока... Всё уберём, кроме этой куры. Вот так вот. То есть я хочу сказать о том, что я встретился с тем, что очень много лишних движений. Во-первых, я должен её выбрать, да? Только потом я могу зайти в Edit Mode Выделить вот эти... Оп, стоп. Нажать вот сюда Выделить вот эти две кнопочки Нажать F Они соединились. Теперь я их могу вообще удалить. Вот. Я получаю то, что мне нужно Так вот, почему я это сделал На плоскости, да? Потому что, когда мы вот сюда зайдём Вот у меня, видите, 3D И если я в 2D переведу И она будет вертикально стоять Она схлопнется Она просто схлопнется И не знаю, с чем это связано Она схлапывается Так Хорошо Теперь давайте посмотрим Где у нас эти Цилиндрики Вот теперь можно открыть Кое-что Вот они, цилиндрики Так, где они? Цилиндры Как-то ж можно включить И только одно Смотрите Цилиндр, цилиндр Вот они, цилиндры Так, и мы сейчас возьмём с вами Вот эту вот Бизи И поднимём её наверх пока что Просто наверх Не обращать внимания Как выглядит этот Потом мы всё перевернём Г По Z И вот сюда мы подставляем И смотрим Теперь Как это выглядит В эдиторе Так И 7 И 9 Вот так Ну в принципе Выглядит и неплохо Я вам сразу скажу Что выглядит неплохо Поэтому мы можем пойти Из Вот в 2D только Есть такая штука Full mode Да И если мы скажем Вот Видите что произошло Он превратился В полигон Большой полигон Много он и там конечно Вот это сейчас вы увидите Так И здесь же Здесь же Мы можем пойти И в геометрии Вот здесь в геометрии И экструд Видите Мы можем нашу Как угодно делать Вот Мы сделали её Да Теперь Опять на семерочку нажимаем На девятку вернее Так Это мы сделали Теперь мы можем Подогнать Ещё Вот так Допустим Так Подогнать Здесь Здесь кликнуть Подогнать Здесь Подогнать Вот И если очень хочется Как-то Ну вот выровнять Чтобы не было Ну я вообще не хочу Чтобы она провисала Пусть она будет так Но в принципе Можно вот эти две Выделить Да Сажав shift И сказать Что между ними Должно sub divide Вот Видите И мы можем Конечно же Сразу же Вот Выделить Только вот этот Вот этот Так И подвинуть Уже его Чтобы не было Это был небольшой Даже провис То же самое Ну давайте Раз уже Начал я Давайте доделаем Вот так Subdivision И выделяем его И Вот так Делаем Это тоже Можем Поскалировать Вот так Все Видите У нас получилась Такая заготовка Теперь Мы перейдем И скажем Что нам нужно Будет Подождите Объект Вот Перешли в объект Вот И говорим Что нам нужно Конвертировать В mesh Меш Вот Мы его Конвертировали В mesh И теперь Мы можем В edit Recup Видеть Что это Но гоны Да То есть Ну такие Вот они Как всегда Бывают Дальше Мы сейчас С вами Выберем Вот Select И Девяточки Да Вот Это Все Выделим Ну а тут Уже просто Нажимаем И Вот так Внутрь Выбираем толщину Нашей Усеницы К примеру Вот так И нажимаем Е Для того Чтобы ее Я хочу Стенку Оставить У нее Вот Так Эти я сейчас Удалю Они мне нужны Были только Для настройки Вот Это я Поверну На 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 90 градусов Вот Это С 90 А Это С 90 Еще Раз 90 Что Да Надо было 180 Давать И Теперь Мы можем Этот Усеницу Да Передвинуть Куда Нам Нужно По У Допустим Открыть Все Так Так И Посмотреть Как она Здесь Будет Выглядеть Я хочу Сделать Двое Сдвоенное Поэтому Может быть Придется Чуть Поуже Сделать Но Посмотрим Так Г На Троечку Ой На единичку Поставим Вбок Да И Г И Г Г Вот Так Где-то Она Должна У Нас Быть Вот Так Так И Сюда Еще По И Реку Вот Это Первая Должна Быть Так Вот Кусеница Пока Но К сожалению Она Попадает На Но Это Ничего Страшного Сейчас Мы Ее Вниз Опустим Это Как раз Ничего Страшного Там Нет Я Просто Сейчас Смотрю Сразу Мне Ее Или Сразу Мне Ее Сейчас Сделать Так Или Потом Когда Уже Вся Будет Я Думаю Что Потом Так Ну В общем Вот Так Ребята Следующие Мы Уже Начнем Шестеренки Делать Вставлять Сюда Подпорно Опорные Катки Ставить Ну В общем Будем Дальше Развлекаться Дальше